Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Gateway B2+. И перед нами опять учебник. И это юнит 10. И меня интересует сейчас 125 страница, где фразовые глаголы, которые связаны с общением, и с возражениями, высказываниями, и прочим, прочим, прочим. И мне бы хотелось сделать её всю, поскольку здесь всё интересно. Итак, первое. Mesh the phrasal verbs in bold with explanations. У нас даны объяснения. Надо, значит, подобрать фразовые глаголы красненьким к этим объяснениям. Но для начала прочтём, переведём, хоть о чём идёт речь. In a university staff meeting Jacqueline brought up the subject of whether computers should replace pen and paper in exams. She pointed out that nowadays most pupils don't write everything down by hand. Итак, здесь мы остановимся. На собрании сотрудников или штата университета Jacqueline подняла вопрос, следует ли заменять компьютерами использование ручки и бумаги на экзаменах. Она отметила, что в наши дни большинство учеников не записывают всё от руки. Итак, у нас здесь два фразовых глагола. Первый – bring up. Bring up имеет кучу вариантов перевода, и один из них – это поднять вопрос. Особенно, если у нас дальше стоит the subject, как здесь и дальше of и всё такое. Поэтому будет правильнее написать bring up the subject of. Или the topic, можно было бы сказать. Или the issue, можно было бы сказать. Здесь уже может быть любое слово. Но, тем не менее, важно, что после up будет стоять the subject, а не что другое, потому что иначе будет совершенно другой вариант перевода. То есть, поднять тему, поднять вопрос. После вот этого off у нас стоит wither. И, в принципе, понятно, конечно, о чём идёт речь, но немножко сложно переводить. Wither – это ли в данном случае. То есть, использовать ли следует ли заменить. Мы сначала переводим shoot, потом заменить, а потом возвращаемся и переводим weather. А далее опять переводим компьютерами, и потом уже ручку и карандаш, или ручку и бумагу, прошу прощения. Это пятым номером. Вот такой порядок слова интересный. Далее, she pointed out. И далее опять же, обращаем внимание, что дальше у нас стоит that. И продолжение, собственно, тема, что она отметила. Значит, особо отметить, можно так это сказать. Сделать акцент тоже правильно будет. Nowadays, можно было бы сказать today, тоже было бы правильно. Едем дальше. Останавливаемся здесь. Билл продолжил её мысль или уточнил её мысль, тоже правильнее будет. Упомянул, что некоторые из его студентов едва ли ещё что-то могут писать, потому что они используют компьютеры для выполнения домашних заданий или для выполнения обучения или школьной работы, как угодно. Итак, у нас pick up. Очень интересное выражение. Но у нас не просто pick up. У нас pick up, on и дальше something. Поэтому, если у нас стоит pick up, не нужно бросаться переводить его, как подцепить, подобрать или поднять с пола чего-нибудь. Надо посмотреть, не стоит ли дальше ещё on, а потом something. И если мы такое видим, это подхватить чью-то мысль, согласиться с кем-то и уточнить. Или отреагировать, тоже как вариант. Далее всё в принципе ясно. Кстати, обращаем внимание, что здесь даже запятая стоит, её просто не видно. А дальше у нас начинается participle phrase. Mentioning that some students и всё такое. То есть упоминая о том, что некоторые его студенты и всё такое, всё такое. Далее. Однако, несколько человек высказались в пользу бумаги и ручки, особенно Карен. Но каждый раз, когда Карен начинала что-то говорить, бил, вмешивался или перебивал её и добавлял от себя ещё какую-то мысль. Итак, здесь у нас звучит speak out in favour of чего-то. Поэтому будет правильнее выписать сразу целое выражение. Высказаться в пользу чего-либо. Далее у нас cut in, если дословно врезаться. Но в данном случае это равно interrupt, вмешиваться, перебивать. И далее обращаем внимание. Cut in and add another point himself. То есть сам добавлял another point ещё одну мысль. Если дословно ещё один пункт. Но здесь имеется в виду именно мысль. Далее обращаем также внимание на would. Would здесь не ака будущее время, а ака модальный глагол, который показывает ситуацию в прошлом с некоторым элементом критики. То есть я хочу показать своё отношение, что Билл, ну, скажем так, был не совсем прав. Едем дальше. Because the conversation was quite heated, it was difficult for most people to make out what Kevin and Bill were saying. Из-за того, что разговор был довольно горячим, большинству людей было трудно разобраться или понять, о чём говорили Билл и Карен. Здесь у нас make out в роли, как разобраться и понять. У make out тоже куча значений, но здесь, я думаю, понять. Далее вот это интересное выражение. Conversation was quite heated. То есть разговор был довольно накалённым. Это если совсем дословно. Карен была сильно растержена тоном Билла. Она считала, что он унижает её или говорит с нею свысока. Но он утверждал, что он просто высказывал свои мысли. Что стало ясным, так это то, что ни одна из сторон не могла докричаться или достучаться до другой. И поэтому все решили перейти к другому важному вопросу. Итак, у нас выражение talk down to. И далее обычно ставится somebody. То есть говорить с кем-то, как с ребёнком. Говорить с кем-то, как с недоразвитым, скажем так. Напишем, говорить свысока. Вот так вот. То есть не считать человека себе равным. Далее обращаем внимание, что здесь у нас стоит she felt. И очень великое искушение переводить, как она чувствовала. Но здесь на самом деле она считала. Можно было сказать she believed. Слово feel очень часто это синонимы слова believe и think. Далее he claimed. Он утверждал. Той же можно было бы сказать he felt или he thought. Ещё чего-нибудь такое. Далее spell out his thoughts. Вот это очень интересное выражение. То есть пересказывать или озвучивать свои мысли. Как модно нынче говорить. Озвучивать. Вот это озвучивать это spell out. То есть озвучивать свои мысли или свою точку зрения, по большому счёту. Далее get through to. Тоже интересное выражение. Если дословно достучаться или прорваться к другой стороне. Это происходит от выражения get through. Именно связаться как по телефону, по телеграфу, по проводам. Вот в таком смысле. То есть донести свою мысль до другого. И далее turn to. Ну turn to в принципе говорит само за себя. Обратиться к. Теперь наша задача подобрать синонимы. Итак, первое change from one subject to another. Я думаю, что это как раз turn to. Далее make someone understand what you are trying to say. Заставить кого-то понять, что вы пытаетесь сказать. Я думаю, что это get through. Это пока моё предположение. Возможно, я и не права. Но мне пока хочется поставить get through to somebody. Далее tell someone something. Сказать кому-то чего-то. Ну это в принципе можно и spell out сказать. Почему бы и нет. Ну ладно, скажем spell out. Но я не уверена до конца. Допустим, пусть будет так. Далее talk to someone as if you think they are not as clever or as important as you. То есть говорить с кем-то, как будто он какой-то неполноценный и всё такое. Это talk down to. Здесь не может быть второго варианта. Далее start discussing. Это явно bring up. Bring up subject. Далее state your opinion firmly and publicly to protest against or defend something. То есть жёстко отстаивать своё мнение и делать это публично и протестовать против чего-то или защищать чего-нибудь. У нас было очень хорошее выражение speak out in favour of. Это именно то, что нам надо. Speak out здесь самое главное. Потому что in favour могло и не стоять. Можно было against сказать. То есть если я против чего-то высказываю, то я speak out against something. Если я в пользу чего-то, I speak out in favour of something. То есть у меня может быть against и может быть in favour. Всё зависит от ситуации. Далее interrupt. Прерывать кого-то. Это явно cut in. Далее understand someone or something with difficulty. Понимать кого-то с трудом. Make out здесь у нас было. Скорее всего здесь было бы правильнее сказать. It was difficult to make out. Потому что само по себе make out это просто понимать. Ну с трудом или не с трудом, это уже дело десятое. Далее девятое. Explain something very clearly often because someone has not understood. Объяснять чего-то очень ясно. Часто потому, что кто-то не совсем это понял. У нас может быть spell out в принципе. А может ещё быть point out. Тоже как вариант. Но я напишу spell out. И тогда третий у меня возможно будет под вопросом. И далее talk in more detail about something that someone has mentioned. И вот это явно pick up on. То есть развить мысль чью-то. Уточнить её. Итак, у нас десять объяснений и десять слов. Так, я что-то пропустила. У меня повторяется spell out. По-моему было где-то ещё point out. Ага, я пропустила point out. Скорее всего в третьем будет point out. Я так во всяком случае думаю. Если я не права, напишите в комментариях, почему вы считаете, что я не права. Итак, второе. Перепишите каждое предложение, используя фразовые глаголы. Ага, ясно. В общем, всё то же самое, только другими словами. Итак, первое за нас уже подумали. I finally made them understand what I was saying. I finally got through to them. Я наконец-то до них достучалась, докричалась и убедила их. Далее второе. Would you please stop interrupting? Не могли бы вы, пожалуйста, прекратить прерывать? Здесь очень сильно сказано, поэтому я, наверное, тоже так сделаю. Would you please можно оставить, как было. Хотя would you please звучит очень официально. Если мы ставим фразовый глагол, фразовый глагол немножко смягчает этот официоз. Ну да ладно, я не буду морочить голову. Далее stop. А далее вместо interrupting я поставлю cutting in. Ибо cutting in это и есть interrupting. О, здесь ничего не видно. Вот так вот. И едем дальше. Don't speak to me as if I was a child. Не разговаривай со мной, как будто я недоросль. Здесь очень хорошее предложение. Здесь можно всё заменить. Вот это и сказать don't talk down to me. И вот, благодаря фразовому глаголу, насколько меньше становится наша фраза. Далее четвёртое. I'm going to explain my opinion as clearly as possible. Я объясню своё мнение или свою позицию так ясно, как только это возможно. И здесь у нас будет spell out. И фактически мы всё переговариваем, только вместо explain ставим spell out. I'm going to spell out my opinion. А дальше, пожалуй, можно всё убрать, потому что spell out говорит само за себя. Далее пятое. I'd like to introduce the issue of how the internet influences language. Я бы хотела поднять вопрос, насколько интернет влияет на язык. И здесь у нас, поскольку introduce the issue, это поднять вопрос I'd like to bring up. Это было первое выражение в тексте. И самое главное после bring up не забыть поставить вот это the issue, ибо это очень важно. Потому что иначе броня будет иметь совершенно другое значение. И далее всё придётся переговорить. The issue of how the internet... и всё такое. Здесь довольно громоздкое предложение получается. Ну, что делать? И дальше, после интернет, три точки, мне лень это писать. Далее шестое. Then I'd like to change the topic and talk about teenage slang. А затем я бы хотела сменить тему и поговорить о молодёжном сленге. Итак, здесь у нас будет сменить тему, это turn to, и поэтому мы скажем это так. Then I'd like... это придётся переговорить. А далее to turn... to... И далее убираем этот topic и всё такое, и просто говорим to turn to... После to нам придётся, наверное, оставить слово topic. Пусть будет to the topic of teenage slang. Вот так вот. Можно было бы topic и не говорить. Можно было бы сказать... Then I'd like to turn to teenage slang. Особенно если это в контексте, если мы обсуждаем вопросы, если мы знаем, о чём идёт речь, нам совершенно не обязательно говорить topic. Вот это вот абсолютно по желанию пользователя. Особенно если нам известен контекст, и мы находимся в определённой ситуации. То есть ситуация сама всё объясняет. Далее седьмое. She isn't afraid of stating openly that she's against all forms of censorship. Она не боится сказать открыто, что она против всех форм цензуры. Итак, здесь нам есть куда разгуляться. Здесь можно изменить предложение до неузнаваемости. She speaks out... Я уберу это и afraid of, потому что speak out говорит само за себя. Speaks out in favor... Или, наверное, нет, не in favor, а against. Мы поставим так проще. Against, а дальше all forms of censorship. И всё. Она возражает против всех форм цензуры. Причём делает это открыто, явно и смело. Итак, с цензурой покончено. Теперь едем дальше. Speak up, please, because I can't hear what you're saying. Говорите громче, пожалуйста. Вот это speak up в данном случае, это просто говорите громче. Говорите громче, потому что я не могу услышать, что вы там говорите. Поэтому я не буду, наверное... А хотя, ладно, я перепишу всё, что здесь есть. Да будет так. Speak up, please. Because... А дальше я убираю here. Оставляю cannot. Вместо него ставлю... Вместо вот этого here я ставлю make out. И дальше я могу поставить make out what you're saying. Вот это вот договорить всё остальное, что здесь есть. А могу этого и не делать. И могу просто поставить anything. И этого будет достаточно. Тоже будет правильно. I cannot make out anything. Или... I cannot make out what you're saying. Тоже как вариант, если нужно много букв. Дальше девятое. Can I just say that this wasn't my idea? Могу ли я сказать, что это не была моя идея? Так, ну что у нас? Point out, наверное, придётся ставить. Потому что просто say – это point out. То есть указать, по большому счёту. Здесь, честно говоря, мне лень это писать. Я, наверное, напишу это прямо здесь. Вместо say я поставлю point out. А дальше всё будет абсолютно то же самое. Мне лень это всё переписывать. Далее десятое. Мне бы хотелось более детально прокомментировать, что моя коллега только что сказала. Итак, вот это вот «to make more detailed comment» мы заменяем на... И ещё даже «about». Это тоже можно заменить и сказать «pick up on». И далее получается так. I'd like to pick up on what my colleague has just said. Вот таким вот образом. Итак, едем дальше. У нас осталось ещё одно упражнение. И что же нам здесь делать? Прочтите и придумайте, какое слово более всего подходит. В пробелы нужно использовать только одно слово. Не два, не три, а только одно. Ну что ж, посмотрим, что нам подходит. Как часто люди пишут в наши дни, для многих из нас ответ не очень часто. There are not many jobs in дальше. Чего do people have to write by hand? So maybe all you write is occasional shopping list or a quick message to someone that you leave on your desk or home. Итак, у нас два пробела. Осталось не так уж много работ, на которых людям приходится писать руками или от руки. Кстати, писать от руки – write by hand. Или, возможно, всё, что вы пишете, это периодический список покупок или какую-нибудь быструю записочку кому-то, чтобы оставить её на столе или дома. Итак, дома можно смело ставить at home. Здесь мы не сомневаемся. В принципе, с home почти ничего другого не ставится. А вот в первом случае not many jobs in which, наверное, будет. На которых? Во-вторых, здесь придётся ставить in which, потому что нельзя поставить where. Where можно было бы ставить тогда, когда не было бы вот этого in. Но in портит нам всю картину. Нам приходится ставить in which. Но in which здесь это, по сути, синоним слова where. В данном случае. Это только так в контексте можно. Само по себе in which не равняется where. Это всё условно. Далее. By far. По-видимому, the most common. Здесь наивысшая степень сравнения. Можно даже не думать. By far, the most common situation is where people type everything they write, either on a computer keyboard or on their mobile phone. На данный момент наиболее типичная ситуация – это когда люди всё печатают с клавиатуры, то, что они пишут. Либо с компьютерной клавиатурой, либо с мобильного телефона. If you have ever looked at handwriting from a hundred years ago or more, it can be almost impossible to make, по-видимому, to make out what the words are. Итак, здесь я ставлю make out. Почему? Потому что в переводе у нас получается так. Если вы когда-нибудь смотрели на почерк столетней давности или более, почти невозможно разобрать, что за слова там написаны. Make out – разобрать, понять. Вот это то, что было у нас, кстати, в первом упражнении и во втором тоже. But some people predict that in the future handwriting will only, по-видимому, be understood by a few experts in this subject, although it has been pointed out, по-видимому, that even today it takes an expert to read a doctor's handwriting. Ух ты, какое интересное предложение. Итак, но некоторые предсказывают, что в будущем почерк будет понятен только нескольким кучке экспертов по данному предмету, хотя указывают, что даже сегодня нужен эксперт, чтобы понять, что пишут врачи. Итак, почему мы здесь be? Потому что у нас стоит passive voice, по большому счёту, в будущем. Will – будущее время. Only могло не стоять. А далее understood – третья форма глагола. И handwriting – почерк будет понимаем. Это если дословно, поскольку почерк сам себя не понимает, а дальше ещё и by стоит, и ещё агент действия. В общем, классический passive voice в будущем времени. Далее. Point out – это фразовый глагол, который у нас на этой странице встречается довольно часто. Указывают, говорят, короче. Далее. Some companies do insist on job applicants handing in handwritten covering letters in… Дальше, наверное, this или such. In such case, the handwriting is usually analyzed to build up a character portrait of the candidate. Некоторые компании действительно настаивают на том, чтобы претенденты на должность писали письмо от руки. В таком случае почерк обычно анализируют, чтобы выстроить психологический портрет кандидата. Итак, здесь у нас, в принципе, может быть даже два варианта. Может быть, this case в этом случае, может быть, в таком случае, such case тоже правильно будет. Итак, далее build up, кстати, обращаем внимание, тоже фразовый глагол. Далее, наверное, on which – to base the decision to employ someone or not. But, it is true that really good handwriting can create a great impression. Не все согласились бы, что хороший почерк – это самое лучшее свидетельство, на основе которого будет приниматься решение, брать человека на работу или нет. Но правда состоит в том, что действительно хороший почерк может создать хорошее впечатление, или приятное впечатление, скажем так. Итак, почему мы ставим on? Потому что the best evidence – наилучшее свидетельство, на котором базировать решение. Это если дословно – to base the decision. Базировать или основывать решение. Поэтому нам придется ставить which, потому что base всегда употребляется с on или upon, еще как вариант может быть. Здесь и upon, в принципе, могло быть, но он, по-моему, лучше. Потому что еще which стоит, upon which, но хотя, как вариант, может быть и upon. Едем дальше. If we turn to China and Japan, handwriting there really is an art form, but it's not such an easy one for kids to learn, as there are over 3000 different characters to memorize. И если мы обратимся к Китаю и Японии, или рассмотрим Китай и Японию, здесь turn to, перейдем, если дословно, к Китаю и Японии, письмо от руки там – это действительно форма искусства, но она не такая легкая. An easy one – вот это one – это art form, на самом деле. То есть вот это связано с вот этим. Но она не так легка, чтобы обучить детей ей этой форме искусства, имеется в виду. Здесь у нас for to infinity structure получается. То есть у нас it's easy for kids to learn. Детям нелегко его изучать, это искусство. Поскольку у нас стоит s, поскольку существует более 3000 разных символов, которые надо запомнить, в смысле иероглифов. The problem is not to recognize them, it's to remember the strokes of the pen you need to actually make them. Не проблема их распознавать, проблема запомнить штрихи или линии, которые вы проводите ручкой, которые вам надо, точнее, проводить ручкой, чтобы их нарисовать, эти иероглифы. A great number of children spend all their time texting. Я думаю, each other, друг к другу. And working at the computer keyboards. Огромное количество детей проводят всё своё время за написанием текста друг к другу или работой с компьютерной клавиатурой. They suddenly almost never pick up a pen or a paintbrush in order to write anything. Они действительно почти никогда не берутся за ручку или кисточку, чтобы что-то написать. И далее, as a result, в результате, здесь можно и не сомневаться, тем более здесь introductory element такой, в одной элемент. As a result, there is now a new Chinese word tibivagansi, which means take pen, forget character. В результате появилось новое китайское слово, которое невозможно выговорить, tibivagansi, я, естественно, неправильно его говорю, которое значит возьми ручку, забудь иероглиф, или забудь символ. Вот такой вот текстик. Ну, в принципе, ничего особенного. Здесь у нас смешались куча кони-люди, по большому счёту. Здесь и артикли, и фразовые глаголы, и указательные местоимения, и предлоги просто, и чего тут только не было. В общем, здесь больше на общие знания, чем на фразовые глаголы. Но сами фразовые глаголы хороши, они все часто употребляемые, поэтому их есть смысл все выучить и использовать. Они действительно очень нужны, но здесь следует помнить, что большинство из них, особенно что касается bring up, point out, pick up, cut in, make out, turn to и get through, все вот эти фразовые глаголы имеют по нескольку значений. И это не значит, что они могут употребляться только по отношению к общению людей. Они могут употребляться и в других ролях, и они не менее популярны в других ролях. Поэтому об этом всегда нужно помнить. Скриншот всей этой страницы, напоминаю, что это Gateway B2+. Скриншот будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по Gateway B2+. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. tutti. Спасибо. Продолжение следует...